Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. Сегодняшняя программа у нас называется «Сахарный диабет у детей». И у нас в студии главный нештатный специалист-эндокринолог детский Усана Светлана Валерьевна. Здравствуйте, Светлана Валерьевна! Здравствуйте! Светлана Валерьевна, давайте сначала скажем о том, насколько сахарный диабет у детей выражен у нас и в Ульяновской области, по сравнению с другими регионами, и в целом, может, по Приволжскому федеральному округе. Что вы скажете об этом? Спасибо. На сегодняшний день в нашей только области по статистическим данным насчитывается около 350 детей с сахарным диабетом первого типа. Нужно сказать о том, что в детской практике преобладает именно, как раньше его называли, инсулин-зависимый сахарный диабет. То есть 99% детей с сахарным диабетом находятся с первого дня постановки диагноза на инсулинотерапии. В отличие от взрослой практики, где инсулин уже может назначаться с течением времени, через какое-то время, после постановки диагноза. Ну вот вы назвали цифры, а вот в целом тогда получается, это в принципе как в других регионах, да? То есть не больше, не меньше. Если говорить о заболеваемости с сахарным диабетом в детской практике, то за последнее время, наряду со всеми областями Российской Федерации, отмечается, к сожалению, рост. Так, если вспомнить 90-е годы прошлого века, то если в абсолютных цифрах заболевало порядка 2-3 детей в год, это если сравнить, то по данным за 2019 год у нас заболело 76 детей. За последние 2 года, несмотря на коронавирусную инфекцию, ситуация немного стабилизировалась, и количество впервые выявленных случаев с диабетом стало равняться около 56-52 детей. Но тоже достаточно высокая заболеваемость, то есть выше 20 на 10 тысяч населения. Ну то есть я правильно понимаю, что тенденция везде идет к повышению? Да, к сожалению, да. К сожалению, это так. Сама Валерьевна, ну тогда скажите, пожалуйста, вот на что нужно обратить внимание, да, все-таки, чтобы вот, или заподозрить этот диабет, да, у детей, у ребенка, у своего, да, вот что нужно вот родителям, на что обратить внимание, чтобы действительно обратиться к врачу? Есть какие-то вот какие-то критерии или явления какие-то? С одной стороны, профилактики первого типа или инсулинзависимого не разработаны. Поэтому это заболевание нуждается в своевременной диагностике. Заподозрить его родителю, врачу-педиатру, любому человеку можно по ряду признаков. Это учащенное мочеиспускание у ребенка, то есть это дети начинают отпрашиваться в туалет днем, часто ночью посещают несколько раз. Плюс возникает и усиливается жажда, как ночная, так и дневная. То есть на это не обратить внимание не может, ну, ни один родитель, я считаю. Помимо жажды, помимо частого мочеиспускания у детей нарастает с каждым днем слабость. То есть дети теряют активность, им не хочется играть, им не хочется заниматься привычными какими-то своими делами. То есть этот ребенок может лечь и просто, например, лежать, испытывать какие-то сложности с общением даже, то есть нежеланием выходить на улицу. Но это не стопроцентный признак. Помимо этого, у некоторых детей участие может усилиться аппетит. Но на фоне повышенного аппетита дети будут резко терять массу тела. Наши родители, с которыми мы говорим о впервые выявленных детей, говорят, что мой ребенок тает буквально на глазах. То есть за неделю ребенок может резко потерять в весе до даже 2-5 килограмм. То есть такого тоже признак не остается незамеченным для любого родителя. Поэтому резкое снижение массы тела, жажда, частое мочеиспускание обязательно нуждается в дообследовании как минимум у врача-педиатра. Слава Леонидовна, тогда поставили диагноз диабет. Тогда какие шаги нужно дальше предпринимать родителям? Куда пойти? К какому врачу? Как это все дальше? Вот муштизация именно таких детей? Да. Как правило, диагностика сахарного диабета ложится на плечи участковой службы. То есть это амбулаторная служба. Но заподозрить сахарный диабет может врач любой специальности. Например, врач-стоматолог может обратить внимание, что у ребенка появился запах изо рта неприятный. Что у ребенка рецидивирует кариес. То есть неделю назад полечили несколько зубов, через неделю еще раз разрушилось. Это могут быть рецидивирующие стоматиты, то есть язвочки в полости рта. То есть даже стоматолог может назначить или рекомендовать родителю анализ крови на сахар. Это может быть гинеколог у девочек, которым приходится маме часто обращаться. Это может быть драматолог. То есть по сути врач любой специальности может заподозрить этот диагноз по ряду признаков. Тем, что мы с вами перечислили. И назначить сахар крови. Если у ребенка будет зарегистрирован показатель сахара выше 11, независимо от того, взят он утром, днем, в конце дня. Если даже ребенок только что поел даже шоколадку, то эта цифра говорит, к сожалению, о вероятном заболевании. И если уже выявлено более двух цифр выше 11 или одна из них натощак выше 7, то это, к сожалению, говорит о том, что заболевание есть. И такой ребенок нуждается в стационарном обследовании в единственном нашем отделении в городе, в детской эндокринологии на базе детской областной больницы имени Горячего. Такая прямо-то особенность диагностическая. Слава Леонидовна, все-таки поставили диабет, сахарный диабет. Тогда получается лечение. Это уже ребенок приезжал в стационаре, там соответственно будут рекомендации уже, как его дальше амбулаторно вести. Но все-таки какие-то, может быть, есть стандарты лечения. Вскользь уже мы сказали об этом. Да, безусловно. Мы все в своей работе, все мои коллеги, основываемся на стандарты лечения сахарного диабета первого типа. Он недавно обновился, в 2021 году, и клинические рекомендации. Поэтому с первого дня при подтвержденном диагнозе сахарный диабет первого типа, ребенок будет получать инсулинотерапию. Для подбора доз инсулина ребенок должен находиться в стационаре. Но помимо ребенка нам очень нужен еще и родитель совместно первой госпитализации. Поскольку помимо подбора доз доктора, важное значение имеет обучение родителя. Потому что мы, в отличие от докторов других специальностей, не можем назначить как кардиологи по одной таблетке три раза и увидимся там через три месяца. Сахар крови настолько капризен, что он меняется буквально каждые полчаса, и родитель должен уметь с этим работать дома. То есть он не должен бояться повышения. Он должен четко понимать, что делать, как помочь ребенку, если сахар снизился. Поэтому обязательно стационарное обследование при первичной диагностике диабета. И обучение родителей в школе диабета и ребенка в том числе. Светлана Леонидовна, вы уже так обозначили некоторые моменты, когда насторожиться нужно родителям. Но все-таки есть ли понятие такое, как преддиабет? Все-таки можно его как-то... Понятно, что такой диагноз не поставишь, да, преддиабет? Или все-таки он правомочен как-то? Или это такое состояние? Или это такая вот ситуация? Ну, действительно, диагноза преддиабета в детской практике нет, но есть нарушение углеводного обмена. Когда мы видим цифры уже не нормы в крови ребенка, но все еще эти цифры не достигают тех, что я сказала. То есть толерантность, да? Да, это нарушенная толерантность к глюкозе или нарушенная гликемия натощак. Чаще всего эту проблему мы все-таки видим у детей с ожирением. Причем это ожирение не просто пограничное первой степени, легкое, а это уже достаточно высокие степени. То есть когда ребенок живет с сбыточным весом ни год, ни два, иногда десятилетия, не обращая внимания на свое здоровье, к сожалению. Ну, тогда давайте об этом вот именно про ожирение. На самом деле это вот бич сейчас такой, да, я считаю, что стал. В чем вы видите причины этого? Прямо вот первое, второе, третье, четвертое. Чтобы сейчас вот родители нас услышали, да, и действительно, может быть, немножко задумывались о том, что правильно ли сейчас они поступают в некоторых моментах, да, чтобы действительно вот или нормализовать это состояние, да, или как-то вот немножко все-таки, чтобы ребенок был в норме. Ну, действительно, проблема ожирения, с этой проблемой сталкиваются не только дети нашей области. Это, к сожалению, и в России, и в Европе, и всемирно. Ну, основной причиной, вы все знаете, наверное, для никого это и секрет, что наши дети стали меньше двигаться, и еда, которая раньше была не столь калорийна, стала общедоступна. То есть у многих детей есть карманные деньги, есть возможность посещать какие-то не совсем для здорового образа жизни подходящие заведения в свободном режиме. Поэтому из-за того, что дети стали мало двигаться, много сидеть в гаджетах, то есть тратить энергии намного меньше, чем они получают с пищей. И, к сожалению, у многих семей существует такая доминанта, что любовь выражается в еде. То есть я тебя люблю, поэтому я тебе купил там что-то вкусненькое. Да, или иногда приезжают родственники. Раньше родственники покупали, если вспомнят взрослые, футбольные мячи, коньки, дарили санки. Детям это был большой восторг и счастье, выйти во двор и показать свой новый футбольный мяч. А сейчас это будут, скорее всего, какие-то продукты питания, причем не совсем здоровые. И дети, когда растут в среде вот этого избыточного питания, они, в общем-то, не понимают, что может быть как-то по-другому. Сейчас не так много детей посещает в регулярном режиме секции. У них нет увлечения ходить, например, с друзьями в какие-то спортивные секции, игровыми видами спорта заниматься. Я считаю, что государство в последнее время все-таки делает какие-то шаги в пользу популяции детского спорта. Поэтому я думаю, что это должно абсолютно быть поддержано на любом уровне. И в том числе в районах области. Потому что если в городе, по крайней мере, мы можем организовать досуг ребенка, у нас очень большой выбор секций танцевальных и спортивных, то есть на любой вкус, то вот в области иногда это действительно проблема. Поэтому если бы смогли сделать секцию, например, пришкольную, ну, будь то прям настольный теннис, я думаю, что это было бы тоже неплохо. Конечно, да. Ну вот, Светлана Валерьевна, тогда вот еще касаясь темы лечения, все-таки вот сахарного диабета у детишек. Вот скажите, пожалуйста, вот поступает очень много вопросов, особенно у родителей, да. Вот наши препараты, да, в принципе, международным аналогам каким-то там, да, совершенно соответствуют, да. И появляются какие-то мифы, появляются какие-то разногласия. Вот давайте все-таки вот скажем, да, вот именно вот препараты и медицинские изделия, которые для сахарного диабета у детей применяются в лечении, да, насколько вот наши отечественные, да, вот ваши отношения, да, и зарубежные их аналоги, ведь в принципе-то ваше суждение. Ну, для кого не секрет, что они не просто так появились за последнее время на рынке, да, потому что работает приказ импортозамещения, поскольку наша страна должна быть уверена, что если вдруг санкции, которые начали свое негативное влияние на нашу жизнь, уже вошли в нашу жизнь достаточно плотно, что если их сила увеличится, то наше государство хочет быть уверенным, что пациенты, получающие те или иные препараты, будут обеспечены, их жизнь будет спасена, в частности, за счет отечественного производства. Поэтому, чтобы вывести отечественный аналог на рынок, он не просто производится и клеится этикетка, прежде чем вывести каждый препарат, проводятся серьезные клинические испытания. Причем на большой группе людей. И только после завершения, только после доказательности их биоиндентичности, то есть эквивалента работы, препарат может быть зарегистрирован в Российской Федерации и, соответственно, выйти на рынок. Поэтому те препараты, в частности, которыми мы пользуемся в диабетологии, в детской, они абсолютно безопасны. У нас достаточно много детей получают российские препараты, причем это было конкретно их желание. То есть мы ни в коем случае насильно не навязываем это решение. Сомневающимся взрослым, которые опасаются, например, в домашних условиях переходить на российские препараты, мы предлагаем госпитализацию к нам, чтобы зарегистрировать какие-то нежелательные явления при переходе на препараты или аллергические реакции. Пожалуйста, в круглосуточном стационаре мы это делаем. Поэтому пока, к счастью, за все время работы с российскими препаратами не было зарегистрировано ни одной явной аллергической реакции, связанной действительно с препаратом. Я тоже с таким немножко негативом отношусь к тому, что когда люди говорят, что надо закупать лекарства, впрок, еще что-то. Но ведь у каждого препарата есть срок годности, условия хранения и так далее. То есть не нужно этого делать. Сейчас вы, опять же, как специалист, детский эндокринолог главный, подтвердили, что никакого ажиотажа нет, все обеспечены. То есть получается, иди в аптеку с рецептом и получай препарат, который действительно эффективный при сахарном диабете у детей. Получается так. Ну, Салам Валерьевна, инсулинотерапия. А помповая инсулинотерапия? Помповая, да, инсулинотерапия. Многие ли дети получают помповую инсулинотерапию? Значит, и насколько вот она эффективна, да? И тоже вот немножко о ней давайте расскажем. Да, действительно, помповая инсулинотерапия, я поясню, наверное, что это такое, является альтернативным способом введения в организм инсулина. То есть это не искусственная поджелудочная железа. То есть это не аппаратик, который вы где-то размещаете рядом с пациентом, и он полностью берет на себя как автопилот регуляции углеводного обмена. Если говорить о пользе этого устройства, то оно безусловно есть. Но как есть плюсы, так всегда есть минусы. Любая помпа, какой бы марки она ни была, их как в сотовых телефонах известно достаточно много. То есть смысл везде один. В каждом устройстве есть резервуар с инсулином, есть микросхема, компьютер, есть блок питания, батарейка и кнопки управления. То есть, по сути, это носимый дозатор инсулина, который позволяет дозировать инсулин непосредственно для каждого ребенка согласно его потребностям. То есть если ребенок занимается физической активностью или планирует ее, мы можем временно приостановить подачу или уменьшить. Если мы вводим инсулин шприцручкой, то уже отменить действие приостановить мы не можем. Поэтому помпа дает достаточно большую возможность для изменения образа жизни, позволяет вести более активный образ жизни, но также требует от пациента знаний гораздо больших, нежели на терапии шприцручками. То есть получается помпо-инсулинотерапия – это очень такой индивидуальный подход каждому ребенку. И с родителями ведется какой-то инструктаж и беседа. То есть решение перейти на помпу должно быть абсолютно взвешенным как со стороны и врача. То есть мы должны понимать, что пациент обучен, и его ожидания, в общем-то, будут оправданы. Так и родитель должен предварительно быть готовым к тому, что это устройство 24 часа в сутки должно быть рядом с ребенком. В кармане, на поясе, где-то на фиксаторе, на руке. То есть снять его можно только на полчаса. Иначе большее количество времени может ухудшить состояние ребенка, поскольку поступление инсулина в организм будет прекращено. Поэтому не все дети готовы носить на себе какую-то штуку. Кто-то говорит, я хочу активно заниматься спортом, мне это будет мешать. Хотя и это тоже решаемо с помповой инсулинотерапией. То есть ее можно снять на некоторое время при активном спорте, при плавании, например. Но пациент должен понимать, что мне сделать до тренировки, что мне сделать после, чтобы на показателе сахара не изменилось. Ну и, соответственно, ребенок должен быть готов. Причем ограничения по возрасту к старту инсулинотерапии нет. То есть это могут быть и малыши до года на помповой инсулинотерапии, это могут быть и совсем бородатые подростки. Слава Леонидовна, судя по нашему разговору, я так понимаю, что все-таки у сахарного диабета, даже у детей, конечно, это такое заболевание серьезное, никто с этим не спорит. Но это не приговор. То есть с ним живут, и при своевременном соблюдении всех правил, рекомендации врачей, и прогноз благоприятный, и качество жизни не страдает. То есть дети ведут такой же образ жизни, как и другие, абсолютно, без этого диагноза. То есть абсолютно просто нужно быть приверженным к лечению, правильно? То есть и к обследованию своевременному, да? Там же динамики все смотрятся же. Приверженность к лечению, или умное слово, как сейчас доктора пользуются, комплоентность, это практически 90% успеха в лечении диабета. Поскольку мы можем подобрать терапию, объяснить пациенту, а вот что он будет делать дома, это уже, к сожалению, никак мы повлиять не можем. То есть я не могу поселить к себе 350 детей, мои домашние будут против, так же я и не могу жить со всеми 350 детьми. Их домашние будут против. Поэтому, к сожалению, им постоянно нужно быть самим себе доктором и отдавать себя в счет ежедневно в своих действиях. На сегодняшний день продолжительность жизни пациентов с сахарным диабетом практически не отличается от общей продолжительности жизни, если все делать правильно. Если вовремя приходить на приеме и, соответственно, правильно исполнять все наши рекомендации. Поэтому каждые 10 лет примерно меняются препараты. Примерно раз в 15 лет происходит скачок технологий. Вот даже если вспомнить 15 лет назад время, то, чем мы тогда пользовались и сейчас, это две большие разницы. Поэтому пациентам я стараюсь объяснить, что вот сейчас всеми теми средствами, что в арсенале есть у нас, нужно сохранить свое максимальное здоровье для того, чтобы через 15 лет, через 20, через 40 возможно вообще перейти на новый уровень. Может быть, вообще раз в год приходить, как на техосмотр, какие-то пумпочки подкрутить и, в общем-то, жить еще год бесплатно. Но для этого нам сейчас нужно сохранить здоровье ребенка. То есть не только видеть на глюкометре хорошие цифры сахарокрови, но еще и думать о том, чтобы ребенок рос, развивался согласно с верстниками. Образ жизни, да, то есть вы об этом говорите сейчас. Да, и чтобы и половое созревание шло нужными темпами и завершилось вовремя. Поэтому у нас есть и цели на сегодняшний день, и в перспективе. Ну здесь, может быть, даже вот таким детишкам, да, более такое должно быть целенаправленное поведение у родителей, да, это по предупреждению каких-то вредных привычек, да, то есть вот это курение, алкоголь, там, да, вот эти всякие напитки, там, и так далее, так далее. То есть, ну это наоборот даже хорошо, да, то есть ребенок будет как бы оберегаться, да, от всех этих воздействий. Ну это, естественно же, меняет, да, в целом и здоровье человека. Да, даже есть высказывание известного спортсмена, сноубордиста Крис Ауэлл. Он говорил, что могу признаться, что у меня намного правильнее питание, строже режим дня, я всегда чувствую себя в форме, как бы смешно это ни звучало. Поэтому все в наших силах, все в руках пациентов, их родителей, все достижимо. И это не пустые слова. У нас есть дети, которые имеют стаж, там, более 17 лет диабета, заболев совсем в молодом возрасте, и уже уходя во взрослую сеть, практически не имеют никаких осложнений сахарного диабета, и это прекрасно. Но, к сожалению, есть дети, которые через 5 лет уже имеют более одного осложнения. То есть те дети, которые нечасто измеряют свой сахар, не обращают внимания на свою диету, очень часто пропускают инъекции инсулина. К сожалению, тоже в нашей практике есть, и уйти совсем от этого не можем. Слава Леонидовна, а насколько иногда бывает, возникает такая необходимость взаимодействия с федеральными центрами, например, поведению таких пациентов маленьких. Может быть, какие-то консультативные взаимодействия. Из своей практики просто расскажите об этом тоже. Да, мы довольно давно сотрудничаем со многими федеральными центрами, в частности, с кафедрой Нины Викторовны Болтой в городе Саратове, с нашим главным федеральным центром медициндокринологии в городе Москве, и некоторыми другими, ПИМУ, например, в Нижнем Новгороде, Приволжский институт. И я не могу сказать, что наши дети, как и любые пациенты Российской Федерации, ограничены в своих перемещениях, в желаниях обследоваться в федеральных центрах. Помимо госпитализации в федеральные центры, пациенты также имеют возможность получить удаленную телемедицинскую консультацию. Если пациент был в эндокринологическом научном центре, то они уже имеют свой личный кабинет. И уже какие-то вопросы они могут решать со специалистами федерального центра напрямую. Если у нас, как у докторов, возникают какие-то проблемы по диагностике, по лечению, по тактике ведения пациента, то мы можем абсолютно бесплатно, и большое спасибо тем специалистам, которые наладили эти телемедицинские консультации, мы можем отправить заочно выписку ребенку, то есть задать докторам федеральных уровням вопросы, и спустя буквально несколько дней получить четкие рекомендации на бумаге о том, что нам следует сделать, и как дальше работать с этим пациентом. Поэтому у нас, в общем-то, все хорошо в нашей области. То есть, возвращаясь к началу нашего разговора, Слава Марина, вот все-таки, если диабет поставлен, диагноз, то здесь получается стационарное лечение, это обязательно, да? То есть, чтобы все-таки это впервые, во-первых? Первичный диабет, это обязательно стационарное обследование. Как для подбора ДОС, так и для обучения пациента. То есть, родителям надо к этому нормально относиться, спокойно, да? То есть, это даже, это такое благо, это хорошо. Поскольку избежать этого не удастся. Если сегодня ребенок чувствует себя, может быть, вялым, слабым, но еще своими ногами перемещается и неплохо, то спустя несколько дней ему может стать очень плохо, и ребенок будет госпитализирован, как говорят, с мигалками. Поэтому допускать этого не стоит. И если педиатр настаивает, если сегодня говорит, что сегодня вы должны быть уже в стационаре, то в этом случае обязательно нужно послушаться. Ну, вот сейчас опять у нас возвращается диспансеризация, да? Это хорошо, да, диспансеризация, углубленная диспансеризация после ковида тоже. Вот сама диспансеризация, она много дает, вот тоже в педиатрии, вот как вы считаете, тоже в отношении выявления, да, на ранней стадии вот именно диабета у детишек. Ну, если говорить о первом типе, то при диспансеризации заподозрить его, ну, достаточно редко удается, поскольку мы все-таки смотрим здоровых детей. А вот заподозрить, например, ожирение, отставание федерации, в физическом развитии, проблемы с щитовидной железой. Это, в общем-то, нам удается и достаточно эффективно. Ежегодно мы выявляем первичные случаи заболеваемой, заболевания эндокринной патологии у детей школьного возраста. И, соответственно, рекомендуем им обследоваться уже более детально у эндокринолога. Ну, Слава Ленина, что бы вы еще пожелали тем родителям, может быть, да, сначала к родителям хочу, чтобы вы как-то обратились к тем родителям, у которых вот ребятишки болеют сахарным диабетом. Вот ваши слова, как эндокринолога главного. Ну, я прежде всего уважаю их терпимость, уважаю их мужество ежедневное. И хочу, естественно, пожелать нормальных сахаров и все-таки дружественного взаимодействия между ими и, в общем-то, моими коллегами. Поскольку только эффективное взаимодействие врача и пациента приведет к успеху. А взаимная конфронтация, пусть там по минимальным вопросам, должна решаться в индивидуальном порядке и все-таки в пользу каких-то решений проблем, а не увеличения их в каких-то своих личных позициях. Поэтому всего вам хорошего, здоровья прежде всего, активности. И пусть все у вас будет хорошо. Спасибо большое. Очень такое ценное пожелание. Спасибо большое. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. Берегите себя. Ваш доктор Смирнов.